Привет друзья! Ростех ускоряет первые серийные поставки войскам новейшего зенитного артиллерийского комплекса «Деревиация ПВО». Об этом заявил 8 апреля индустриальный директор госкорпорации Бекхан Аздоев. Самоходная зенитная установка создана специалистами Уралвагонзавода на базе БМП-3 и представляет собой сплав боевых возможностей известных за РПК «Панцер-С» и «Тунгуска». На западе комплекс назвали «адской молотилкой». ЗРПК «Деревиация ПВО» является единственной в мире зенитной системой, поражающей воздушные цели при помощи 57-мм пушек и оснащенной средствами управления артиллерийским огнем. Впервые комплекс был представлен в 2018 году. Зенитный комплекс «Деревиация ПВО» способен вести стрельбу боеприпасами с управляемым подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями. Известно, что в головной части такого снаряда размещен рулевой механизм. В кормовой части находится приемник лазерного излучения и раскладываемый стабилизатор. Управляемый снаряд массой около 2 кг управляется по лучу лазера. Комплекс 2С-38 в первую очередь предназначен для борьбы с БПЛА, крылатыми ракетами и авиационными средствами поражения в ближней зоне. Он оснащен пассивно-разведывательно-прицельным комплексом. Дальность обнаружения воздушных целей до 10 000 метров. Автоматическая пушка необитаемого боевого модуля Байкал способна вести стрельбу боеприпасами нескольких типов. Дистанционно подрываемые и управляемые. На удалении до 9 000 метров и высоте до 4 500 метров. Максимальная дальность поражения наземных целей 14 500 метров. Скорострельность 120 выстрелов в минуту. Комплекс способен работать в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия противника. Деревиация ПВО может автоматически подбирать боеприпас для конкретного объекта. Работать автономно и по целеуказанию удаленного командного пункта. ЗРПК-деревиация ПВО развивает скорость до 70 км в час и имеет дальность хода до 600 км. Расчет комплекса 2 человека. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.